Скоро лучшие латвийские спортсмены представят страну на Олимпийских играх в Токио. Игры должны были пройти год назад, но были перенесены из-за пандемии. Очень приятно, что пять спортсменов, а также один судья, поедут на Олимпийские игры из нашего Венспилса. Вчера будущие олимпийцы услышали немало добрых слов и пожеланий от представителей городской думы. Мечта и заветная высота каждого спортсмена – Олимпийские игры. Все вы усиленно готовитесь к Олимпиаде и хотите показать лучшие результаты, представляя свою страну и, конечно, свой город. Легкоатлетка, метательница копья Мадера Паламейко участвует в Олимпийских играх третий раз. Квалификационный старт у нее запланирован на 3 августа, финал – на 6 августа. Чем ближе дата начала Олимпиады, тем тревожнее. Но это такая приятная тревога, радость. Наконец все произойдет. Случится то, чего мы так долго ждали. Определенно всем спортсменам есть к чему готовиться. У Мадеры нет особых ритуалов перед выходом на старт. Она старается сдерживать эмоции. Я очень ждала эту Олимпиаду. Помню, была в Токио и увидела рекламный щит с сообщением о том, что в 2020 году пройдут Олимпийские игры. Тогда подумалось, ну, к тому времени я наверняка уже уйду из большого спорта, появятся какие-то другие приоритеты. Но я здесь и очень рада этому. Счастлива, что в моей жизни будет третья Олимпиада. Тяжелоатлет Артур Сплеснекс тоже в третий раз стартует на Олимпийских играх. Его прежние достижения – седьмое место в Лондоне и восьмое место на играх в Рио-де-Жанейро. Вместе с Артурсом в Пекин отправится и Ритворс Сухаревс, для которого это первые Олимпийские игры. Спортсменов будут сопровождать тренеры Виктор Щербатых и Эдуард Андрушкевич. Баскетболист 3х3 Карлис Ласманис также среди дебютантов. Карлис говорит, что немного волнуется, но это нормально. Так бывает перед каждым соревнованием. Мы едем на Олимпийские игры так же, как на другие соревнования, с намерением показать максимум того, на что способны. Полагаю, такой настрой должен быть у всех спортсменов. И тогда все получится. Есть ли ритуал, который я соблюдаю перед тем, как отправиться на игру? Есть. Вставляю наушники и слушаю любимую музыку. Карлис из спортивной семьи. Говорит, самая большая его поддержка – родные. В числе дебютантов также спортсмен Руслан Смолонский. Взволнован, скажем так. Очень рад, что буду участвовать в Олимпийских играх. Это моя заветная мечта. Это уже достижение – участвовать в Олимпиаде. Вся работа нацелена на успешный старт, достойное участие. Руслан занимается спортом с 7 лет. Он переехал в Венсплес в 2015 году. И тогда были планы пройти квалификацию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но немного не дотянул. Продолжил тренировки. И вот теперь цель достигнута – старт Руслана по латвийскому времени 5 августа в 23.30. Надеюсь, вы будете смотреть. Тренер по спортивной гимнастике спортшколы «Спарс» Надежда Сейлэ также едет на Олимпийские игры в качестве судьи. Ну а мы остаемся в Венсплесе, станем следить за тем, как развиваются события и желать нашим спортсменам побед.